Ваш слуга убит, он надвое разрезан, мистер Смит. Ну что ж, тогда любезность окажите, ту половину, где ключи пришлите. Такое шуткое отношение хозяина к своему слуге, когда слуга для него это не более чем то место, где лежат ключи. Так вот, в следующих задачах мы должны будем делить или пополам, или на три. В общем, будет все время какое-то такое деление. Сначала такое предисловие. Разложить 127 рублей. по 7 кошелькам, чтобы любую сумму от 1 до 127 можно было выдать, не раскрывая кошельки. Пожалуйста. Надо просто написать, сколько в 1 кошельке, сколько в 2. Мне кажется, что можно просто в кадре шлеп, потому что... Ой, бедные вы мой, бедные. Рублей у нас 127. Не 7, а 127. Садитесь, пожалуйста. 127 рублей надо разложить по шелькам, чтобы любую сумму можно было заплатить. Между прочим, ребята, вот на этом вы слышали, что сейчас в Москве на прошлой неделе была чудовищная длинная очередь к так называемому поясу Богородицы. Вот заметьте, заметьте, одновременно в одной и той же стране существует и университет, и вот это место, где мы задачи решаем, и больницы, и электричество, и одновременно десятки тысяч человек стоят в очереди для того, чтобы посмотреть на этот самый пояс. То есть одновременно... Причем, заметьте, это именно десятки тысяч. Это не десятки школьников на малом махмате, а десятки тысяч человек. Это очень важно. Я, между прочим, не думал, что действительно столько людей и, что называется, не ожидал. Я всегда понимал, что есть большое количество людей, с которыми я никогда не общаюсь и так далее, но то, что их действительно столько, такое огромное количество... Вообще, в мире 14 этих самых поясов Богородицы есть. В разных местах они хранятся. То есть в свое время было их готово на 14 экземпляров. И вот такой интерес. Давайте я буду писать числа. Я буду писать числа. Первые два по 50 рублей. Дальше. Вторые два по 10. По 10 рублей. Третьые два по 3. Три рубля. И по 15 рублей. Третьые два по 5. Спасибо, садитесь. Каким образом можно заплатить 8 рублей? Можете объяснить? Не можете. Значит, вы предложили неправильный способ. Если платишь 10 или 50, это уже слишком много, а из чисел 1, 3, 3, 8 не наберешь. Подсказка. Разумеется, надо решать задачу сначала не про 7 кошельков и 127 рублей, а медленно двигаться, постепенно увеличивая количество кошельков, но стараясь, чтобы при этом постепенно увеличивалось количество возможностей. Скажем, когда один кошельек, то что можно делать? Ну, собственно, давать или не давать, да? Поэтому в один кошелек разумно положить 1 рубль, и чего не... Кстати, вообще понятно, что в каком-то кошельке должен лежать 1 рубль. По той простой причине, что если от нас попросит рубль, а у нас во всех кошельках лежит больше, то мы не сможем заплатить ровно. Соответственно напишу. Вот. Должен быть кошелек и сумелек. Дальше. С восемью, это я у вас предыдущие задачи сказал. А если бы я вам сказал, что 9 рублей заплатить не удается, то вы бы сейчас говорили, что надо делать, да? Да. Ну, я понимаю, что пуганая ворона просто боится, но... Нет. 127 кошельков, а не будет. Не бывает 127 кошельков. У нас всего 7 штук. Это рублей всего 127, а кошельков намного меньше. Понятно. Вы предлагаете такой способ? Такие вот количество. Ну, давайте разбираться. Как вы заплатите 1 рубль? Отлично. Как заплатите 2 рубля? 3 рубля? 1 рубля. 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 14 15 1, 2, 4, 8 Дорог, теперь смотрите Он нам объяснил как платить все суммы от 1 до 15 Смотрите-ка, если нам нужно будет заплатить 16 то мы платим этим шутком а дальше любую сумму от 17 до 31 мы платим очень просто заплатим 16 и останется заплатить от 1 до 15 а как это делается при помощи вот этих 4 шутков нам уже объяснили значит я вам только что объяснил как платить от 31 объяснил теперь как платить любую сумму от 32 до 63 легко платим 32 и остается заплатить от 0 до 31 ну 0 это вообще не давай а до 31 я тоже читаю и наконец если я уже умею от 0 до 63 как платить любую сумму от 64 до 127 тоже легко даем 64 и задача сводится к числам от 0 до 63 а этим нельзя только что делать это называется двоичная система счисления насчет этого у нас была отдельная лекция двоичная система счисления это и есть запись любого числа по степеням вот это называется степень двоики вот это называется 2 в нулевой степени 2 в первой в квадрате 2 в четвертой 5 в шестой 128 это 2 в седьмой степени и так далее и так далее ну что замечательно мы с вами решили задачу по изложению любого числа от 1 до 127 в сумму степеней очень важная задача